МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в преддверии памятной даты в Грудно провели концерт для участников Великой Отечественной войны. Зов джунглей или как пройти экстремальную полосу препятствий. В Пышках прошло соревнование между командами грудницких вузов, посвященное Году молодежи. Плюшевые новоселы, 4 обаятельные альпаки ждут грудниц в гости в зоопарке. Православные верующие начали приготовление к большому христианскому празднику. Пасхальная ярмарка развернулась на площади Советской. Масштаб трагедии в 11 миллионов унесенных жизней. В эти дни весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Холокост, геноцид, гетто – для Гродно это не просто слова. До Второй мировой войны половину населения города составляли евреи. После войны из них выжило лишь 200 человек. В Музее истории религии прошел вечер памяти жертв фашизма. Репортаж Юлии Косила. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В память обо всех погибших и пострадавших от страшных мук фашистских застенках в Музее истории религии прошел концерт для участников Великой Отечественной войны. В небольшом зале собралось множество ветеранов. Даже многие артисты, выходившие на сцену, были с медалями на груди. Во время мероприятия зрителям напомнили несколько печальных цифр. До начала войны в Гродно проживало 29 тысяч евреев, а после освобождения города осталось около 200 человек. Всего гитлеровский план ОСТ по уничтожению евреев и славян унес жизни более 11 миллионов человек. Мы знаем о том, что этот год юбилейный. 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. И наш музей не мог остаться в стороне от этого события. Поэтому мы решили провести данное мероприятие. Мероприятие мы назвали «Войной встревожены все раны и память сердца говорит». Оно действительно посвящено тем людям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И, к сожалению, это маленькая крупица, маленькая дань памяти, которую можем мы отдать в их честь и в их память. На концерте вспоминали события прошлых лет. Показывали фильмы про узников гетто и концлагерей. Творческая часть тоже была тематической. Со сцены звучали военные песни и еврейские мелодии. В год 70-летия Победы у ветеранов особенно насыщенная программа. Они не устают делиться своими воспоминаниями с нынешним поколением и считают, что мероприятия, посвященные прошедшей войне, сегодня просто необходимы. Хочется, конечно, прямо скажу, молодежи передать самое главное. А главное – это что? Что помнить всегда, что от победы до снижения – это очень дорогой ценой. Что нужно бороться за мир. Был бдительный сегодня в мире, не всё спокойно, вы знаете. Поэтому дорожить этим миром, чтобы всегда было над нами мирное небо. Никто не забыт и ничто не забыто. Поэтому каждый год, 11 апреля, весь мир отдаёт дань памяти жертвам фашистских концлагерей. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. К другим темам. Ужесточение законодательства в сфере наркотиков принесло свои результаты. Правоохранители отмечают снижение числа преступлений. Однако статистика на нет не сошла. Эксперты по-прежнему выявляют новые формы синтетических смесей и незарегистрированных веществ. Об этом шла речь на семинаре-совещании «Особенности производства экспертиз, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров». Подробности в следующем сюжете. Об актуальных вопросах производства судебных экспертиз, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров шла сегодня речь на областном семинаре в Гродно. В обсуждении приняли участие сотрудники Управления внутренних дел, Следственного комитета, представители пограничного и таможенного ведомств. Как было отмечено, вступивший в силу с 1 января декрет главы государства номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков уже дал положительные результаты. Об этом свидетельствуют цифры. Исходя из того, что территорию области зарегистрировано на сегодняшний день за первый квартал 188 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, экспертами наших подразделений в первом квартале поступила экспертиз наркотических средств на 60% больше, а выполнена на 80% больше. На сегодняшний день эта цифра в абсолютном количестве превышает 300 экспертиз наркотических средств, их прекурсоров и аналогов. С принятием декрета возросло количество изымаемых вещественных доказательств, а также роль и значимость исследований в этом направлении. По словам Дмитрия Гриневича, в настоящее время каждая шестая экспертиза выполняется в неурочное время. Мы оперативно готовы по инициативе правоохранительных органов в кратчайшие сроки с высокой идеальной степенью достоверности проводить экспертизы исследований наркотических средств, их аналогов и прекурсоров. Жесткие санкции, связанные со вступлением в законную силу антинаркотического декрета и поправок в уголовный кодекс, сыграли также и нужную профилактическую роль. Мало кто захочет заниматься незаконным бизнесом, зная, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дало эффект и введение административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. Ирина Герасимович, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Пройти подвесную полосу препятствий, проявить все умение и ловкость почувствовать себя почти в настоящих джунглях. Студенты трех гродненских вузов встретились на экстремальных соревнованиях «Зов джунглей». Организатором встречи выступил городской комитет БРСМ. Спортивный конкурс проводится в рамках Года молодежи. Чья физическая подготовка оказалась сегодня на высоте, расскажет наш корреспондент. Мы молодежь 21 века, всегда и везде мы добьемся успеха. Аграрная сила сюда затусила. Мы все здесь порвем, победы найдем и БРСМ мы не подведем. В таком боевом настроении сегодня встретились команды гродненских вузов, чтобы сразиться в силе и ловкости на экстремальной полосе препятствий. Название «Зов джунглей» вполне соответствовало характеру предложенных испытаний. Подвесные дороги и канаты людям, далеким от спорта, внушили бы страх. Но все участники соревнований – ребята спортивные. И экстремальная полоса препятствий их совсем не испугала. Конечно, перед стартом спортсмены прошли инструктаж. Не обошлось и без обязательной страховки. Сегодняшние соревнования, конечно же, посвящены Году молодежи. Собрала сегодня самая активная, самая классная молодежь города Гродно. Это молодежь наших вузов города Гродно. Проводит это все городская организация БРСМ под нашей общей гидой. Год молодежи. Собрались сегодня ребята по 10 человек, 5 девочек, 5 мальчиков, одна команда. И посоревнуются сегодня на этих вот веревочных трассах, кто же быстрее, кто же ловче. Подняться по неустойчивой лестнице, пролететь несколько метров на тросе или пройтись по подвесной дороге – все это было по плечу студентам. Девушки соревновались здесь наравне с парнями и совсем не уступали им в силе и ловкости. К слову, далеко не все участники соревнований – профессиональные спортсмены. Многие просто любят активно проводить свободное время. У нас собралась очень хорошая команда. Надеемся сегодня очень достойно выступить, занять первое место и получить мору позитивных эмоций и удовольствий. Вот тут, наверное, солнечный, ясный, прекрасный день. У нас разнообразная команда. Много кто занимается танцами, кто-то спортом, кто-то фотографирует, кто-то снимает какие-то видеоролики. Нет никаких профессиональных спортсменов. Просто все в свое удовольствие. И очень много ребят хотело попасть сюда на эти соревнования. Наши все ребята с факультета физической культуры, все спортивные, ничего не боимся. Команда называется… Ну, это станет загадкой на первое время. Мы только за спорт. Вот. Ну, наше родное. Как-никак занимаемся спортивным туризмом. В год молодежи особенное внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. Поэтому подобные соревнования будут проводиться постоянно. И поучаствовать в них сможет каждый. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Весенний призыв стартовал. В Гродницкой области полторы тысячи юношей пополнят ряды вооруженных сил. Сейчас работают призывные комиссии. Молодые люди, получившие повестку в армию, проходят медицинское обследование. На службу будут отправлены лишь призывники с хорошим здоровьем, высокими морально-волевыми качествами и твердой гражданской позицией. Новоселы, которые никого не оставляют равнодушными. В Гродненском зоопарке появились альпаки. Животных привезли из Чехии, из четырех разных зоопарков. Два мальчика и две девочки пока еще только обживаются в новых условиях, но уже охотно идут на контакт и позируют на камеру. С обаятельными альпаками познакомилась и Наталья Иванченко. Почти плюшевые и очень общительные. В Гродненском зоопарке появились четыре новых жителя. Это альпаки – южноамериканское животное, относящееся к семейству верблюдовых. Новоселы прибыли к нам на этой неделе из Чехии и уже с удовольствием идут на контакт. Вообще в Перу, на их родине, это домашние животные, содержатся в стадах, по сути дела, как овцы, коровы. То есть у них это домашние животные. И в Чехии, в их зоопарке, они из двух зоопарков в Чешской республике, там они были контактными с детьми. В еде альпаки неприхотливы. С удовольствием щиплют травку в вольере, не отказываются от сена, моркови, свеклы, капусты. Готовы полакомиться веточками деревьев и корой. Эти животные во всем мире широко известны своей уникальной шерстью. Шерсть стоит, по сути дела, на первом месте из всех, так сказать, натуральных изделий, которые можно изготавливать. Уникальна тем, что она абсолютно гипоаллергенна, то есть не вызывает никаких аллергических реакций. Значит, абсолютно не содержит жира, то есть практически не пачкается изделие, которые выполнены из этой шерсти. В зоопарке уже даже заказали специальную машинку для стрижки. К слову, познакомиться с альпаками гродненцы могут уже сегодня. Планируется, что одну пару особей оставят в вольере, а другую переведут на контактную площадку «Бабушкин дворик», открытие которой после зимнего сезона состоится 19 апреля. В скором времени зоопарк удивит новыми обитателями. В числе первых – северные олени, другие же держатся в секрете. Известно одно – ставка сделана на экзотику. А значит, поводов посетить зоопарк у гродненцев стало больше. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Куличи на любой вкус и цвет, праздничные блюда, сувениры и подарки. На площади Советской начала работу традиционная ярмарка «Пасхальные яства». Около 30 торговых объектов приглашают жителей и гостей города подготовиться к встрече «Светлого воскресенья» по приятным ценам. Многие гродненские предприятия потрудились специально к празднику изготовить пасхальную продукцию. Некоторые подошли к этому с особым творчеством. С каким столом предлагают гродницам встретить Пасху, узнавала Вероника Цыганок. Собрать пасхальную корзинку, накрыть богатый стол, порадовать родных подарками. Три важных пункта из списка приготовлений к Пасхе можно выполнить одновременно, посетив ярмарку на площади Советской. Живые и уже запеченные карпы, мясо, сыры, куличи, овощи и фрукты. Торговые организации города и области представили разнообразный ассортимент товаров. Самая длинная очередь выстроилась к ларьку с яйцами. Люди покупали их не упаковками и лотками, а целыми ведрами. Большая семья, поэтому взяли на всю семью дешевые яйца. Хорошо, когда такие есть ярмарки в преддверии светлого праздника, поэтому приятно. Любимое блюдо семьи Олеси Курейко на Пасху – ее фирменный заливной карп. Поэтому на ярмарку она пришла именно за живой рыбой. Выбирала лучше да больше. Угощать будет всю семью. Вечером приедут дети, пойдем в церковь, а на следующий день утром встанем и будем праздновать. Свои корзины православные христиане наполняли не только пасхальными яствами, но и подарками для родных и близких. На ярмарке можно приобрести детские игрушки и одежду, кухонные полотенца, праздничные салфетки. С каждой минутой людей на площади становилось все больше. Во-первых, погода порадовала, во-вторых, цены ниже магазинных. Здесь немножко дешевле. Вот сыр в сравнении с магазинной ценой – 64 тысячи. А в магазине это будет где-то пределы 80 и больше, и выше. Пасхальное яство, как оказалось, не единственное, зачем гродницы идут на ярмарку. Их привлекает возможность пообщаться, поздравить друг друга с праздником. Ярмарка есть ярмарка. Люди идут, чтобы что-то купить, приобрести, с кем-то встретиться, со знакомых, друг друга поздравить с праздником. Ярмарка «Пасхальное яство» будет ждать гродницев и завтра, 10 апреля. На ней можно приобрести все необходимое, чтобы сделать светлый праздник Пасхи незабываемым для родных, близких и друзей. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов в дни празднования Пасхи и на Радуницу. На этот период организованы рейсы межрегиональных линий, которые свяжут столицу с Брестом, Гродно, Витебском, Гомелем, Пинском и Полоцком. Дополнительные составы также будут перевозить пассажиров в сообщении между областными центрами. Более подробную информацию можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. Выпуск продолжит Анастасия Бояринцева, которая расскажет о новостях спорта. Оставайтесь с нами. Приятного вечера. Здравствуйте. Команда «Смоки Минск» второй год подряд становится обладательницей золотых медалей женского чемпионата страны по баскетболу. В решающем матче финальной серии столичный клуб обыграл горизонты из Минской области 55-46. Бронзовые награды первенства, как известно, завоевала Гронинская Олимпия под руководством Александра Шемковяка. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Игорь Ковалевич назвал игроков, которые отправятся в Киев, где на стадионе имени Банникова пройдет товарищеский матч белорусов со сверстниками из Украины. В связи с тем, что 15 апреля не является фиксированной датой FIFA для проведения поединков в сборных, многие белорусские клубы не отпустили своих игроков на запланированную встречу. Нет в команде и футболистов основного состава Гродненского Немана, воротаря Владислава Василючика и защитника Александра Позняка, а также Павла Савицкого из польской егелонии. Тем не менее, в Киеве Неман будут защищать защитник Евгений Лешко и нападающий Василий Журневич. Надо полагать, что в следующем матче, который состоится 11 июня, в Бирмингеме против сборной Англии на поле выйдут те, кому предстоит бороться за путевку на чемпионат Европы 2017 вместе с командами Голландии, Кипра, Словакии и Турции. Дисциплинарный комитет УЕФА, как и ожидалось, присудил команде Черногории техническое поражение с отсчетом 0-3 в матче с Россией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2016. Кроме того, сборная Черногории проведет два домашних матча без зрителей. Напомню, что во время поединка Черногория России один из болельщиков бросил на поле фаер и попал в воротаря российских футболистов Игоря Кенфеева, который с ожогами был доставлен в местную больницу. По решению немецкого арбитра матч был прерван. За безобразное поведение российских болельщиков на 25 тысяч евро штрафована и Российская Федерация Футбола. FIFA бульковала резин сборных команд по состоянию на апрель текущего года. Впереди по-прежнему Германия, на втором месте Аргентина, а на третье неожиданно вырвалась Бельгия. В десятки сильнейших также Колумбия, Бразилия, Голландия, Португалия, Уругвай, Швейцария и Испания. Отметим, что среди лучших команд мира мы не находим Франции, Англии и Италии. Беларусь после гостевой победы над Македонией и ничьей с Габоном прыгнула сразу на 15 ступенек и сейчас занимает 83 место. А вот как расположились остальные соперники белорусов по отборочной группе чемпионата Европы. Словакия на почетном 20-й позиции, Украина на 33-й, Македония на 105-й. Лексинбург в списке FIFA 137-й. А на этом у меня все. Валейте за наших. До встречи.